Итак, ровно через минуту к нам выйдет герой, который ответит на всё. Но сначала, по традиции, наши вопросы. Как вы думаете, на что похоже место, куда вы сейчас выйдете? Страшный суд. Согласны ли вы с утверждением, что детям ни при каких обстоятельствах нельзя говорить неправду? Нет, не согласен. Надо стараться говорить правду, но бывают моменты, когда это нецелесообразно. Готовы ли вы пообещать, что будете предельно честно отвечать на вопросы? Очень постараюсь, обещаю. Я хочу предупредить вас, вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопросы. Кроме того, прямо сейчас вы вообще можете отказаться от участия в нашей программе. Вы готовы выйти к детям? Да. Ну что ж, тогда желаю вам удачного разговора. Друзья, сегодня герой программы «100 вопросов к взрослому» кинорежиссёр Егор Кончаловский. Спасибо всем за аплодисменты. Егор, я надеюсь, вам удобно. У нас есть традиция. В начале программы каждый герой имеет право коротко рассказать о себе то, что он считает нужным. В вашем распоряжении одна минута. Прошу вас. Меня зовут Егор. Я занимаюсь профессией, которая называется кинорежиссёр. Сейчас осваиваю ещё одну профессию, которая называется телеведущий. Это сильно сказано. Естественно, программа о кино. Я закончил два учебных заведения. Три учебных заведения. Одно. Четыре учебных заведения. Одно – это школа. Второе – это советская армия. Третье – это колледж в Оксфорде. И Кембридский университет. Я специалист. Тоже, наверное, будет сильно сказано, но, в принципе, то, что я знаю менее всего, то есть то, что я не знаю менее всего, это искусство Голландии, Германии и Англии. Это были мои специализации. Я снял шесть картин. Это «Побег», простите, по порядку. Это «Затворник», это «Антикиллер», «Антикиллер-2», «Побег», «Консервы». Вот сейчас я заканчиваю фильм под названием «Московские истории» или «Москва, я тебя люблю». Ещё два проекта. И послезавтра начинаю съёмки нового фильма. Спасибо, Егор. Вы уложились в отведённое время. Простите, и у меня есть дочка по имени Маша, которая пошла в школу. А теперь готовьтесь к вопросам от участников программы. Итак, друзья, кто первым хочет задать вопрос? Здравствуйте. Вы состоявшийся, обеспеченный человек. Отчего ребёнок-то у вас один? Ребёнок… Нет, у меня есть много друзей, у которых много там, больше детей. Я какое-то время, честно говоря, думаю, боже мой, как же мне хорошо. Я сам себе хозяин, хотел – полетел туда, хотел – сюда. Нет тебе ответственности никакой. Замечательно, живи – не хочу. И в этом был определённый смысл, потому что я закончил, когда учиться. Мне было 28 лет. То есть я был уже не бутон. У меня не было крыши над головой. Я не имею в виду физически, я не мог переночевать у мамы, но у меня не было там своего жилья. У меня была старая машина «Жигули», вот, и я начал жить такой сознательной и по-настоящему самостоятельной жизнью довольно поздно. И я позволил себе купить себе определённое время и пожить этой жизнью самостоятельной и отдельной. Честное слово совершенно. А вот сейчас у меня есть дочка, которой 7 лет, и я не представляю себе. И я был совершенно прав, потому что как только она начала вставать и бегать, я вдруг ощутил, что помимо меня бегает ещё какой-то кусочек меня, и я должен за этот кусочек нести ответственность и беспокоиться. А представляете, если кусочков много, это как в компьютерной игре, всё больше, всё сложнее и сложнее. Вот. Поэтому я хотел пожить для себя, во-первых. Во-вторых, я позднего развития человек, поздно сформировавшийся. Вот. И вот сейчас я готов к продолжению славной традиции многодетной семьи. Так, следующий вопрос. Нет, не вы. Вот от девушки вопрос. Красный микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, Игорь. Скажите, пожалуйста, а как вы дружите со своими сёстрами и братом? Сейчас я вам скажу. Значит, раз, два, три, четыре. Сейчас. Раз. Так, сейчас. Подождите. Сейчас. Катя. Нет. Саша. Катя. Наташа. Лена. И ещё двое маленьких. И Даша. Вот у меня шесть сестёр и один брат. Брат мне годится во внуки. Мне 42 года, ему три. Вот. Поэтому, конечно, я не могу сказать, что мы зайдём куда-нибудь сейчас вот после программы попить пивка и поговорить о девушках. Вот. Но, конечно, в той или иной степени я поддерживаю с ними отношения. Я не знаю, я не могу назвать это дружбой. Старшая дочка моего отца, она живёт во Франции, на юге Франции. Я её вижу крайне редко. Я, по-моему, двух её последних детей даже не видел в жизни своей. Вот. Наверное, всё-таки больше всего я общаюсь вот со средними моими сёстрами Наташей и Леной. Они обе, в принципе, вот родились на моих глазах. Это было в Лондоне. Сейчас они живут в Москве. Мы должны на днях как раз встретиться и поговорить об образовании. Я не могу сказать, что мы дружим. Я могу сказать, что у нас очень хорошие отношения. Потому что дружба подразумевает, наверное, какое-то помимо родства ещё некий общий интерес или общую боль или общее какое-то серьёзное пронзительное воспоминание. Наверное, я общаюсь... У меня единственная есть одна сестра от матери, Катя. Вот с ней я общаюсь, наверное, больше всего. Ей 33 года, она замужем уже, она, кстати, снимает кино. И она выросла у меня на руках, поэтому у нас есть масса вещей, которые нас объединяют в прошлом очень серьёзно. Я ответил? Я не знаю. Скажите, а вы несёте за них ответственность, как старший брат? Всё меньше. С возрастом, когда твои даже младшие братья и сёстры растут, то, в общем, логично, если всё большую и большую ответственность они забирают на себя. Да, безусловно, старшего брата, родителей. Безусловно, имеет смысл слушаться для определённого момента. То есть, если тебе мама говорит в 15 лет, что не надо пить портвейна, это вредно и опасно, да, то, наверное, имеет смысл её послушать. Но в какой-то момент наступает возраст, и, кстати, у очень многих людей, я замечаю, он наступает крайне поздно. А у некоторых вообще никогда не наступает. Вот, когда человек должен взять ответственность за те решения, которые он принимает, и не слушать чужих советов. А что для вас означает узкий круг семьи Кончаловских и Михалковых? Узкий круг для меня означает, наверное, мой дед Сергей Владимирович Михалков, с которым я очень дружен. Это отец, ну, и, соответственно, их семьи. Вот, это если брать узкий круг. А если брать круг пошире, то, конечно, там уже возникает и Никита Сергеевич Михалков с его детьми. Например, у него есть два сына, Степан и Артём. Вот, я с ними вырос, практически там в одном доме на даче, и Степан вообще мой ровесник. Вот, но если вот буквально отвечать на вопрос, то это дед и отец. Я очень был близок с моей бабушкой Натальей Петровной Кончаловской, но она, к сожалению, уже умерла давным-давно, 20 лет назад. Вот правда, что ваш дядя, ваш папа и ваш дедушка говорят одним голосом? Это не то, чтобы правда. Дело в том, что в какие-то периоды жизни голоса были действительно очень похожи. И у Никиты, по-моему, то ли у отца, то ли у Никиты была история, когда, значит, очень трудно было достать билеты в театр. И он, значит, звонит директору театра, и голосом Михалкова говорит, «Алло, а мне бы два билета, а это Михалков говорит». На что администратор этого театра говорит, «Вы знаете, молодой человек, Михалков сейчас у меня сидит». Поэтому, если хотите, да. Вы можете сказать так же, как они? Нет, я сейчас уже не могу, потому что эта способность, этот тембр, он как бы, вот он, когда он есть, им надо пользоваться, а потом он проходит. Следующий вопрос справа. Здрасте. Здрасте. Я здесь. А у вас дедушка прикольный? У меня дедушка настолько прикольный, что я могу вам рассказать одну историю. Когда его попросили, значит, после того, как то ли помер Сталин, то ли что-то еще, поправить гимн, ну, он его поправил. Пришел в ресторан Дома литераторов, там сидел один известный, крепко выпивший поэт, который сказал ему, Сережа, сидя за столом, говорит, ну, что ж ты опять такое, ты шнягу написал. Вот. А дед заикается, он говорит, шнягу не шнягу, а слушать стоя будешь. Вот. Поэтому я считаю, что он прикольный. Вот, в свои 95 лет он сохранил качества, которые, вы знаете, мне кажется иногда, что я уже растерял в силу даже своего возраста. И когда мы с ним встречаемся, вот поверьте, я иногда могу с ним говорить таким языком и на такие темы, на которые, допустим, я не всегда поговорю с каким-нибудь моим ровесником, вот, а с ним могу. Как правило, это девушки. А чье мнение для вас важнее всего, Сергея Михалкова или Андрея Кончаловского? Вы знаете, если честно, важнее всего для меня мое мнение. Ну, понимаете, там, купить себе шкаф или кафелем туалет выложить, да, и выбрать, это я уж как-нибудь справлюсь, да. Вот, а то, что касается, скажем, делания или съемок кинофильмов, вот, то я сказал, что я предпочитаю расплачиваться за свои ошибки, за свои ошибки, а если получается что-то хорошее, то пожинать свои лавры. Поэтому, хотя мнение важно, но я вам скажу, какое мнение. Про первый мой фильм мне папа сказал, да, ты меня, сынок, очень расстроил. Хорошо. Про второй фильм он мне сказал, да, ну, кинематографистом ты, конечно, начинаешь становиться, но художником нет. Про третий фильм он мне сказал, очень вредное кино. Вот, а про четвертый и пятый вообще ничего не сказал. Поэтому... То есть для вас важнее мнение отца? Они в разных весовых категориях, понимаете, потому что Сергей Владимирович, дед мой, он уже смотрит на жизнь с высоты фактически ровесника века, и это дает ему определенный такой очень отвлеченный философский взгляд вообще на то, что происходит. А отец мой, наоборот, вот как мне сейчас кажется, интенсифицирует свою жизнь изо всех сил. Он сегодня делает спектакль, рок-опера, мюзикл, ставит опять, пишет сценарий. То есть они живут совершенно в разных, так сказать, категориях жизненных, поэтому их нельзя сравнивать. Вот. Но по-своему, конечно же, мнения и того, и другого мне очень важны. И, наверное, они второе и третье после моего. Вы могли бы мне сказать, какие черты характера в вашем отце вы не выносите? Я так мало с ним жил вместе, что нету таких черт. С ним очень тяжело жить. Вот просто. Я с ним прожил бок о бок в небольшой квартире в Лондоне один месяц всего. Ну, я не считаю там нескольких, там, двух-трех лет, пока мои родители не развелись. Мы почти никогда не жили вместе. И причем жили мы вот в Лондоне, в очень маленькой квартире. И то есть ты все время два, в общем-то, ну, таких, ну, не мелких человека по размеру, да, толкутся в одной квартире, там, чистят зубы, там, завтрак. Это тяжело. Вот. Поэтому я просто считаю, что с ним просто тяжело жить в быту. А может быть, это наша такая семейная черта, потому что моя жена обжалуется со мной, тоже очень тяжело жить. Вот. С ним очень трудно жить. А почему? Его слишком много. В каком смысле? Ну, во всех смыслах. Причем это, так сказать, я об этом говорю не с точки зрения, «Лучше б тебя стало поменьше». Не в этом плане, а в плане того, что когда трудно, очень трудно общаться и не быть в подчиненном состоянии с яркой личностью. Потому что в какой-то момент ты начинаешь замечать реальный масштаб твоей личности, собственно. Спасибо. Еще кто хочет задать вопрос, опять, пожалуйста, включите желтый микрофон. Здравствуйте, Егор. Вот скажите, когда ваши родители расстались, вашей маме, наверное, было очень тяжело и морально, и материально. Она вам не рассказывала, как она все это выдержала? Вы знаете, матери действительно, вот если во мне есть, я надеюсь, что все-таки есть, какие-то хорошие качества, я имею в виду хорошие качества человеческие, то эти качества у меня в основном от матери. Мне кажется, что у меня мама железный человек. Потому что она выросла в очень такой, в достаточно многодетной семье. Пятеро их было, пятеро братьев и сестер. Отец ее был военный, он уже умер, мой дед, танкист. Вот. И они жили гарнизонной жизнью, причем в Средней Азии. То есть это надо понимать. Антисанитария, жара плюс 50, эти самые скорпионы, змеи. Вот представьте себе, да, и она выросла. И, конечно, моя бабушка, которая, слава богу, еще жива, наверное, была для нее удивительно таким примером того, что, в общем-то, в жизни был бы ты здоров, и были бы твои дети здоровы, и было бы у тебя здоровое сознание и душа, можно превозмочь все. У мамы была менее тяжелая жизнь, чем у бабушки. Но все равно я потрясен, потому что она смогла вырастить двоих детей сама, сниматься в кино, вести хозяйство. Это сейчас там у меня есть, понимаете, сторож, и домработница, и помощник. Вот. А у нее никого не было. Когда девушка там остается без мужа или без молодого человека, ей очень тяжело. А вот когда еще на руках ребенок, это, наверное, вообще невозможно. А у нее их два появилось, потому что она опять вышла замуж, но вскоре опять разошлась. И появилась моя сестра Катя. Я не могу до конца ответить на этот вопрос, потому что я просто, я физически не понимаю, как она успевала. Потому что ведь сейчас мы, мы забываем, сейчас пришли, да, положили вещи в стиральную машину, включил программу, забыл. Пошел, да, включил. Вот. Вот. Тогда этого не было. Она стирала одежду, белье постельное вручную, или там на доске, или там потом появилась какая-то вот эта машина, которая всегда заливает соседей, знаете. Была такая советская машина, вы не знаете даже уже. Вот. Поэтому я даже не знаю, как она это сделала. Вот она, у нее есть это качество. Спасибо большое. Что-то вы соскучились совсем со мной. Вот ваш папа бросил вас в раннем возрасте очень. Вот когда вас, ну, когда вы смогли его простить? Вы знаете, а я, если честно, никогда на него не злился за это. Потому что отец мой такой человек, который просто до определенного, наверное, возраста был, ну, как сказать, такой скиталец настоящий. То есть у него не было дома, он жил то там, то здесь. Мне кажется, он не был приспособлен до довольно позднего возраста, вообще к семейной жизни. И я в этом смысле считаю, что, наверное, хорошо, что они разошлись или развелись. Потому что просто маме было бы очень тяжело жить с ним по его модели. Вот. Или, вернее, невозможно жить с ним по его модели. А ему было бы очень тяжело жить по той модели, которая бы не делала мою маму совершенно несчастной. Вот. Поэтому я считаю, что это было во благо, вот, с одной стороны. А с другой стороны, мы очень много и плотно общались. И, конечно же, половиной того, что я есть сейчас, я, безусловно, обязан отцу. Здравствуйте, Егор. А вы влюбчивый? Я влюбчивый. Это все? Нет, ну а что, я могу сказать, как я влюбчивый? Я влюбчивый, да, я влюбчивый, но у людей разные периоды в жизни, да. Есть периоды в жизни, когда ты просто влюбчивый и точка, да. И как бы ты ведешь себя, как флюгер на ветру, да. Вот. Потом приходит какое-то другое, наверное, понимание. И ты можешь оставаться, быть влюбчивым. Но результат, или, так сказать, вектор, или твои усилия, которые направлены по поводу реализации твоей влюбчивости, они становятся более, наверное, взвешенными. Может быть, иногда ты, может быть, я не знаю, я бы к этому моменту еще не пришел. Может быть, когда-то я приду к тому моменту, когда придется влюбчивать, зажимать и загонять ее куда-нибудь под плинтус. Включите, пожалуйста, желтый микрофон. Насколько мне известно, вы живете с женой 11 лет уже в гражданском браке. Вам не кажется, что это грех? Вы знаете, мне кажется, что это грех. Во-первых, я не 11 живу, а живу я уже, по-моему, 13 почти. Вот. И я считаю, что это грех. Вот. Другой вопрос, что, на мой взгляд, сейчас политика религиозная в нашей стране, она не совсем правильна. Я, так сказать, маленький человек, чтобы критиковать это, это не критика. Но, например, сегодня можно совершенно спокойно обвенчаться, и я знаю людей, пожить вместе, потом развестись, развенчаться, найти нового партнера, повенчаться, пожить вместе. Поэтому, ну, если, так сказать, венчание, да, таинство, если это превращается в некую, ну, почти административную функцию такую, то я не вижу разницы тогда. Вот еще. У вас уже есть ребенок, и почему вы, ну, как, вы не хотите узаконить отношения? Или вы боитесь, что так получится, как с вашими знакомыми? Вы знаете, ну, бояться бессмысленно, потому что это всегда, знаете, хотя, может быть, есть вот такая, какая-то предательская немножечко мысль, да, что вот так живешь-живешь, все хорошо, потом решил еще лучше все сделать, да, и все развалить. Вот так бывает, вот, хотя я, Любе, несколько раз делал предложение, вот, ну, видимо, я недостаточно это делал как-то так красиво, элегантно, рыцарски, вот, поэтому получил пару раз отказ, ну, сейчас подожду, может, какое время, вот, и опять попробую. Но мне лично не могу сказать, что вот то состояние, в котором находится моя семейная структура, что она мне мешает. А вы же кричите на свою жену и дочку? Кричу. А, ну, по каким, по какому поводу? По казахскому еще. Я же казах на флорусе. Да. По какому поводу? Ну, да. Вы знаете, я кричу на дочку, когда она оставляет у меня на идеально убранном чистом письменном столе, например, разлитую банку гуашевой краски. Вот это мой, я не то что кричу, я убить могу, вот, но вообще кричу. И, к сожалению, справиться я с этим не могу, потому что я человек восточный, темпераментный. И если я не буду кричать, то я покроюсь фурункулами. А по-казахски это как-то? По-казахски это очень короткие такие слова, их нельзя произносить, все равно вы в эфире, да, честное слово. Потому что тот набор, тот набор казахских слов, которые знаю я, я как-то в компании казахов их так произнес, и как-то потом со мной не особо хотели разговаривать весь вечер, если честно. А вы считаете, что чрезмерная аккуратность это болезнь? Да, я так считаю. Если вы говорите про меня, то я совершенно согласен, я параноик, но для этого есть причина. И причина эта заключается в том, что я в течение восьми лет помотался по кампусам, по студенческим, и кампус это было единственное место, где я жил. То есть у меня не было такого, что где-то там квартира, где-то, да, где висят мои пиджаки, мои ботинки стоят, книжки мои стоят, нет. Вот у меня вот комнатка меньше, чем вот этот вот квадратик, и в нем есть все, вот все, что у меня есть в этой комнате. Диски, музыка, все-все-все, одежда, кровать и так далее. И просто, если бы там вот не было чрезмерного вот какого-то такого порядка, вот у меня лично башка отказывается работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы свою жену снимаете в фильмах. Да. Вы снимаете из-за того, что она ваша жена или хорошая актриса? Я вообще-то, когда с ней познакомился, я почему-то подумал, я еще не снимал, я почему-то подумал, хорошая актриса. И я очень много ошибок в жизни допустил, и очень много, так сказать, таких у меня было мнений, я думаю, вот точно так, а оказалось ровно наоборот. Только вот это один из тех разов или из тех случаев, когда я не ошибся. Она действительно очень хорошая актриса. И начинал я ее снимать как шутку. Она была, ну, почему бы не снять, да, студентка в ГИКа. Все-таки училась она на актрису. Вот. Вот. Сначала у нее был эпизодик в «Затворнике», потом эпизодик, просто мне хотелось ее очень снять в эпизодике в «Антикиллере», потому что она в этот момент была беременна, и мне был забавен тот факт, что я снимаю одного человека, а на самом деле двух. Вот. Потом была побольше роль в «Антикиллере-2», и так постепенно она сыграла в моих последних фильмах две главных роли, но больше я ее не снимаю. А почему? Можно вопрос? То кино, которое снимаю я, не ее кино. Оно, может быть, то кино, которое снимаю я, ей помогло в какой-то момент, так сказать, преодолеть некий, существует такое понятие, там, синдром первой работы, вот, или там, синдром начала карьеры есть. Вот. Может быть, я помог ей преодолеть, как бы, где снималась? В таких, как, вот, там снималась, там снималась, там снималась. Ну, как бы, все равно фильмография формируется. Вот. У нас разные, очень разные творческие взгляды. Это значит, что она для меня не является творческой музой, она для меня не является, а я для нее не являюсь источником вдохновения. Так бывает. При этом это нам не мешает неплохо относиться друг к другу. А вы могли бы назвать свои фильмы культовыми? Я не думаю, что тот режиссер, который называет свои фильмы культовыми, становится культовым режиссером. Вот, я так считаю. Вот. Но я, тем не менее, считаю, что два моих фильма, а именно «Антикиллер» и «Побег», для меня были, «Антикиллер» был, ну, в некотором смысле, не культовым фильмом. Но было несколько картин сделано вот тогда. Это было «В движении» Филиппа Янковского картина. Это было «Одиночество крови» Романа Прыгунова. И это был «Антикиллер» вот в то время, да, который как прорвали какую-то, знаете, такую пленку недопущения российского фильма до широкого проката. Вот скажем так. То есть, мне кажется, что вот этот фильм поучаствовал, может быть, в перепрыгивании российской киноиндустрии, индустрии, не искусства, индустрии, на новую ступеньку. Вот. А «Побег», «Побег» — это фильм с Евгением Мироновым, за который меня страшно ругали, как и за все другие фильмы. Вот. Мне кажется, что он просто лучше, чем фильм «Беглец» с Харрисоном Фордом. Вот. И мне кажется, что Евгений Миронов лучший артист. И мне кажется, что если можно сказать, что я начал снимать кино, то начал я его снимать именно с фильма «Побег». Так, красный микрофон, хорошо. Вам часто приходится держать язык за зубами? Да, часто. Но дело в том, что сказать, держать язык за зубами, можно перефразировать. Быть экономичным с правдой. Да, часто. А кому нет? И я вообще не считаю, что такая, знаете, правдоматколюбие жесткая — это всегда к благу. У меня у мамы недавно, у меня мама такая, человек переживающий, беспокоящийся, да, она уехала в Алма-Ату к бабушке. Вот. У нее возьми у мамы и затопи квартиру полностью, полностью затопи квартиру. Причем там недавно ремонт сделали. Вот. Я говорю сестре, надо маме позвонить. Говорит, не надо маме звонить. И я понимаю, что мне надо ей звонить. Как дела? Да, хорошо. А у нее квартира разрушена полностью, просто все, паркет вот так вот стоит, потолка висит все и так далее. Ну как же, надо же правду ей сказать, правильно? Ну, мама, у тебя затопила всю квартиру и залило все твои вечерние платья. Вот. Поскольку я правду люблю, я тебе об этом говорю. А ей еще две недели там сидеть. Вот она там две недели, лучше она один раз приедет, увидит и расстроится, чем она будет две недели сидеть и мучиться, что там. А вот то мое любимое черное платьюшко с красными розами его тоже залило. Ну, там и так далее. Ну, примерно вот так. Спасибо. Ну, помимо бизнеса, помимо, конечно, тех разговоров, которые ты ведешь подчас с продюсерами, вот, на мой взгляд, не нужно быть стопроцентно честным с продюсером. Вообще, их надо стараться ласково обманывать. В противном случае обманут тебя. И, может быть, не ласково. Спасибо. А у нашей передачи есть такая традиция. Вы можете показать язык? Вы можете показать язык? Спасибо. Егор, к сожалению, время вопросов от участников программы подошло к концу. Но у вас еще есть возможность задать свой вопрос детям. Вы готовы? Я готов. Я бы хотел всем задать вопрос. У меня на него есть мой ответ на этот вопрос. Что сейчас для нашей страны самое главное в плане того, чтобы наша страна развивалась по наиболее благоприятному сценарию? Жизнь нашей страны развивалась. Так, кто хочет ответить? Да, прошу вас. Мне кажется, наша страна должна показать себя в других странах, что мы из себя значим. И то, что наше мнение тоже нужно уважать. То есть мы должны проводить четкую политику внешнюю. Тогда нас резко зауважают. И, конечно же, проводить экономику внутри страны. То есть наводить порядок. Спасибо. Синий микрофон включите, пожалуйста. Еще есть ответ. Можно. Мне кажется, что надо найти с другими странами общий язык и стать с ними повежливы. И тогда нас будут хорошо воспринимать. Еще справа хотят сказать. Красный микрофон, первый ряд. Мне кажется, у нас проблемы с образованием. Нужно улучшить образование. Хорошо. И кто следующий? Я считаю, что такие проблемы, потому что не все люди соблюдают законы. Растет преступность в стране. Я думаю, что наши бывшие республики жили вместе. И мы раньше, как был Советский Союз, у нас были все вместе, и мы жили дружно. То есть вы хотите обратно в Советский Союз? Я тоже. А я нет. Я не хочу, чтобы как раньше было. Чтобы снова начались перестройки в 90-е. Это нет. Это не по наш. Согласен. Абсолютно. Можно я скажу теперь? Вот мне кажется, что для нашей страны сейчас... И это не исключает совершенно ничего того, что вы говорили. Мне кажется, что для нашей страны самое главное сейчас – это выжить. Выжить с огромного количества различных точек зрения, начиная от демографической и экологической, вот. И оканчивая то, о чем мы говорим, политической и уважение на международной арене. Кинорежиссер Егор Кончаловский. Сегодня герой программы «Сто вопросов взрослому». Вот здесь я прошу вас ненадолго задержаться. Спасибо. Скажите, во время разговора какой вопрос вам показался наиболее сложным и почему? Вы знаете, они все были по-своему сложны. Я, если честно, даже сейчас не могу сформулировать. Может быть, вопрос про правду, да, вот про экономичность с правдой, да, держать язык за зубами, может быть, вот что-то с этим. Это заставляет задуматься. А задавались сегодня традиционные вопросы? Те вопросы, на которые вы уже устали отвечать? Нет, ну, они и прозвучали, такие вопросы, конечно, связанные в основном, естественно, с семьей, безусловно. Я, ну, с другой стороны, очень рад, что мне мало задавалось вопросов по поводу моего кино. И это меня очень порадовало, потому что мы просто поговорили действительно о каких-то вещах, о которых, знаете, когда ты говоришь о том, чем ты все время занимаешься, то у тебя, в принципе, есть готовые ответы на все. А когда ты говоришь о жизни, по сути дела, там, о каких-то вещах, которые действительно у тебя нету заготовок, у тебя нету ответов, то ты, тебе гораздо интереснее реагировать. Реагировать быстро и реагировать, ну, как сказать, состоятельно, что ли, если можно так сказать. «Сто вопросов взрослому» называется программа. Вы успели ответить только на 21 вопрос. Если вас еще раз позовут в эту аудиторию, придете? С большим удовольствием мне очень понравилось. И мне эта программа очень нравится. Спасибо. А теперь хочу обратиться к участникам программы. Дамы и господа, считаете ли вы, что наш сегодняшний герой был максимально откровенен с вами? Кто считает, что да, поднимите, пожалуйста, руку. Егор, по-моему, единогласно. Все считают, что вы были откровенны. Ребята, почему вы так считаете? Объясните, пожалуйста. Вот мне очень понравилось общаться вот с таким человеком. Очень интересно. Видно, что настоящий мужчина несет большую ответственность за свою семью, за свою фамилию, можно даже так сказать. И человек с хорошим чувством юмора. Мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Ну, мне кажется, во-первых, он отвечал быстро и не задумываясь как бы над вопросами. И еще смотрел людям в глаза, когда отвечал. А когда человек смотрит в глаза, ну, как бы, про его он говорит правду. Ну, по крайней мере, мы бы заметили. У него очень красивые глаза. Короче, я одно скажу. Ты хороший режиссер. Хорошие фильмы снимаешь. Советую тебе, снимай лучше комедии. Все. Друзья, так или иначе, но время эфира подходит к концу. Егор, у нас в программе традиция. Последнее слово всегда за героем. Подведите, пожалуйста, итог состоявшемуся разговору. Прошу вас. Очень важно, когда те собеседники или собеседник, с которым ты имеешь дело, тебе интересен. И те вопросы, которые задаются тебе, действительно касаются не просто какого-то, да, такой, какой-то обложки или какого-то такого поверхностного слоя твоей личности. И это большое искусство, и это сложно задавать вопросы. И когда задаются вопросы, на которые интересно отвечать, и задаются эти вопросы искренне, то такие вопросы, наверное, получают искренние и более-менее интересные ответы. Итак, кинорежиссер Егор Кончаловский сегодня был героем программы «100 вопросов взрослыми». Друзья, до встречи через неделю.